Всем доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог. И начинаю я сразу готовить с утра. Пока жара еще не поднялась, пока еще свежо. Я тут сквознячок небольшой устроила, дверь открыла, окно открыла. И такой прохладненький воздух еще дует. Но температура уже поднимается по чуть-чуть. В общем, что я сегодня собралась готовить? Я уже поставила кастрюлю, сейчас я сварю компотик. Но компотик буду варить такой же, который варила я в прошлый раз. Там у меня черная черешня, черная смородина и яблочко одно добавлю. Вкусный компотик получился, классный. Я решила его повторить. Ну, еще я решила сготовить горячее блюдо. В общем, типа соуса что-то будет. Это будет с индейкой, картошка. Кстати, у меня старой картошки осталось немножко. И нужно ее быстрее уже приходовать. Потому что уже новая картошка пошла, а старая она вянет. Вот, чтобы добро не пропадало, надо приготовить. Поэтому я почистила уже картошку, болгарский перчик, лучок, морковочку. Вот, ну и как обычно я это делаю. Сначала обжарю в мультиварке лук, морковь и индейку. Потом добавлю туда картошку, болгарский перчик, долью водички немножко и поставлю на режим тушения или суп. Я все время думаю, какой режим поставить. Но вообще мне как-то больше режим тушения нравится. Оно не сильно бурлит. Прозрачный бульончик такой, все готовится. И оно, знаете, тушится час. Получается очень нежное мясо. Оно прям тает во рту. Классно. Ну и за 5 минут до конца режима уже я туда добавлю зелень. Вот, ну и как обычно лавровый лист, соль, перец, в общем все такое. Ну все, надо начинать уже двигаться, пока жара не началась. Потому что сейчас уже не раннее утро. Раннее утро я пока кофе попила, телек посмотрела. Там еще в компьютере полазила. В общем сейчас уже время приближается к 12 часам. Поэтому пока жара уже так сильно не начала, уже нагревать воздух. Надо быстренько-быстренько готовить. Ну в общем такой вот небольшой кусочек индейки я порежу кубиками и все. Девочки, если вы слышите какие-то посторонние звуки, у меня открыто окно. Сейчас я еще и дверь открою. И будет, могут быть какие-то звуки посторонние. Поэтому, ну не обращайте внимания. Это лето, это влог. Вот, так что. У меня, кстати говоря, несколько разных досок. Вот эта доска, она для мяса, вот я ее использую. Кстати, для мяса я люблю пластиковые доски. А вот эта доска, у нее по кругу, видите, такая выемка. И если мясо, допустим, течет, например, да, то оно не утечет на стол. Удобно? Удобно. Вот такие кубички сделаем. Вот такие вот небольшие кубички, в общем. Ну все, индейку я нарезала. Поставила режим жарко. Сейчас немножечко добавлю маслица. И одну луковицу, одну морковочку я уже нарезала. Вот такая досочка у меня для овощей удобна тем, что я раз согнула и все. И все туда всыпала. Ну вот режим жарко у меня закончился. Все прекрасно уже тут пассеровалось. Овощи с мясом. И теперь можно закинуть сюда уже картошечку. Я ее тем временем порезала. И все, и налью водичкой так, чтобы прикрывало. Ну, я не люблю, когда слишком много бульона. Это же не суп. Это вроде бы как соус. Типа соуса. А то кто-нибудь скажет из вас, что это не соус. Я и говорю, типа соуса. У меня все блюда типа. Вот, ну и все. Сейчас еще можно посолить, поперчить. Сразу лавровый листик кинуть. И поставлю на режим тушения на час. А зелень в конце. Ну вот еще я нарезала болгарский перчик. Он молоденький. Его можно попозже сбросить и с лавровым листиком. И вкусная соль, как обычно, юдированная. 7 блюд называется. Ну, у меня вот такой перец, перечный состав. Вот, сейчас покипит немножко и чуть-чуть попозже добавлю. Ну, все, девочки, соус мой готов. И я сейчас буду кушать, буду обедать. Вот такой, видите, прозрачный бульончик получается. Это потому, что режим тушения. Не бурлит сильно. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня я решила начать утро вот здесь, в своем уголочке. А почему? Я решила сегодня сделать масочку для лица. Уже с утра кофе я попила. Думаю, что-то надо сделать. Нашла я у себя масочку вот такую. Вот она лежала. Я давно ее не делала. Но срок годности, что же, не бесконечный. Поэтому я решила вот ее сегодня сделать. Это америкейская масочка угольная. Она для жирной кожи. В общем, она как бы против жирности. Вот так вот для лица. Так что я решила сейчас ее нанести. Так, что мне надо для этого сделать? Волосы надо подобрать. Как эту штуку надеть? Вот, как-то так. Я помню, в прошлый раз, когда наносила я ее. Я ее наносила руками. А сейчас думаю нанести, попробовать кисточкой. Вот она такая, видите, угольная. Вот, но жалеть я ее не буду сейчас, потому что срок годности у нее уже истекает. Осталось уже месяц ей срок годности. Поэтому, думаю, надо ее уже поделать нам. Я так вот щедро-щедро сейчас нанесу. Вокруг глаза ставим место. Девочки, я извиняюсь, если вы слышите какой-то шум, это я включила сплит. Сейчас вот время ранее, еще 8 утра только. Но уже такая жара, 29 градусов уже на улице. В комнате тоже 29. Поэтому уже с утра приходится включать сплит-систему. И это меня не очень-то радует, потому что я, честно говоря, не очень-то люблю под сплитом. Просто, знаете, когда открыты, знаете, окна, двери, ну, какой-то вот ветерочек, если дует, вообще шикарно, прекрасно. И какое-то ощущение, не знаю, ну, совсем другое. Когда закроешь двери и окна, все, какая-то закрытая коробка получается. Вот я как красиво крашу. И чувствуешь себя в закрытой коробке. И я уже жду, не дождусь вечера, когда можно, наконец-то, открыть окно. Мне спать с открытым окном гораздо приятнее, чем спать со всеми закрытыми окнами, дверями, под этим сплитом. Как вам нравится моя маска? Красивая я, да? О, красота неописуемая! Я, я прям не знаю. Тут, в принципе, ее еще на раз хватит, но тоже вот в этом месяце еще сделаю ее разок, и все. Масочка не пропадет зря. Чего ей пропадать зря, правильно? Надо взять и намазать. Вот, так что, девочки, надо вообще не забывать о своем лице. Иногда нужно что-то с ним делать. А я иногда забываю. Иногда просто некогда забыла. Или просто уже вспомнила, а уже лень встать. Знаете, вот с ленью вообще как-то надо бороться. Ну, я вот и борюсь, знаете, периодически. За шкирняк себя беру, поднимаю. И говорю, вставай, надо сделать что-то. Хе-хе, красота! Так, ну, вокруг глаз вот мы оставляем пространство. Губы и глаза не красим. Так, ну, такая вот я. Вот. В общем, ее надо подержать минут 15. Она начинает подсыхать. В общем, самое главное, что она подсохнет чуть-чуть. Но мне нужно и давать полностью прям высохнуть. Примерно минут 15, вот как я помню это. Как я вам нравлюсь. Красота! Вот я сейчас могу улыбаться, пока она не высохла. А вот когда она высохнет, уже улыбаться и разговаривать я не смогу. Вот. Поэтому я уже включусь тогда, когда я умоюсь. И скажу вам, посмотрим, какие ощущения, какие впечатления. Чем изменилось лицо или не изменилось. Вообще, вот этого я не помню. Я делала ее уже давненько. Уже давненько, я уже не помню. Она то ли осветляет лицо, то ли она матирует. Но у меня жирная кожа. Вот сейчас от такой жары у меня кожа очень быстро-быстрее. Быстро-быстрее. Жирнеет. У меня Т-зона жирная. Вот, кстати, кто-то спрашивал. Вот эта Т-зона называется, это лоб и нос. Ну, может быть, подбородок. Эта Т-зона жирнеет. А вот здесь у меня сухая. Это называется комбинированная кожа. Вот. Но летом она жирнеет, конечно, быстрее. Лоб очень сильно. Вот. Самое такое сильное, это лоб у меня жирнеет. Ну, и нос тоже. Поэтому приходится вот какие-то, может быть, средства применять. Такие, чтобы матировалось, да. Ну, у меня есть для матирования кожи, в общем, фаберликовское средство. Ну, вот масочку периодически такую тоже можно сделать, которая замедлит, может быть, ожирнение кожи. Вот. Ну, все, мои дорогие. Сейчас я держу масочку. Потом к вам вернусь. Девочки, масочка моя уже высохла. Мне даже говорить трудно. Ну, я прочитала, на тюбике написано, 20 минут надо держать. Ну, значит, тогда я еще сейчас 5 минут выдержу и буду смывать. Она уже вот сухая и, знаете, как корочка такая, знаете, на лице. Ну, раз написано 20 минут, значит, будем 20 минут держать. Все, девочки, я умылась. Моему личику стало хорошо. Сейчас я нанесу вот этот крем. Это, кстати, крем Сеул. Я люблю Сеул. Такой розовенький я вам показывала, когда делала последний обзор Фаберлик. Мне этот крем очень понравился. Вот летом то, что нужно, потому что он не оставляет жирности, в то же время увлажняет, питает, в общем, делает все, что нужно. Но он как-то впитывается, вот ни блеска, ни жирности не оставляет. И вот то, что там написано, что он как вода получается на лице, когда его наносишь. Вот такой крем-гель. Ну, я бы сказала, что так оно и есть. Как-то, знаете, как будто мокрое лицо, ощущение влажное такое. И оно нежное становится. Другие питательные мои крема отдыхают сейчас в летний жалкий период, потому что вообще не хочется ничего наносить. Но вот этот крем, он такой легкий-легкий. И вот ощущение, как будто влажное лицо, приятное. Ну, все, мои хорошие. Лицо прям посветлело чуть-чуть, попиталось, личику стало хорошо. Мне тоже стало хорошо. Сегодня я буду готовить минтай. Захотелось мне жареной рыбки, девочки. А так как сейчас уже по такой жаре тащиться на рынок, не хочется за нашей рыбой донской. У меня в морозилке была рыба минтай. И я думала приготовить ее там с подливкой или как-нибудь эдак. Но, честно говоря, мне не хочется вот этого ничего сейчас сделать в такую жару. Просто хочется просто обычной жареной рыбы. Ну, возьму и обычную минтай просто так вот не жарила и все время его делала как-нибудь с подливкой. А сейчас решила просто взять, тупо обвалять в муке и пожарить на сковороде, как обычно это делаю, пожаренной рыбке покушать. Пожаренной рыбке покушать. Ну, вы мне извините, я иногда там заговариваю, что-нибудь хочу одно сказать, говорю другое. Это нормально. Ну, все, девочки, я свой минтай разморозила, помыла все, почистила, пообрезала лишнее. Сейчас немножко присолю, дам постоять минут 10 и начну жарить. Решила сегодня приготовить минтай с утра и покушать его тоже с утра, потому что, когда я кушаю рыбу, любую, даже не соленую вообще, если я ем ее вечером, перед сном, то я заметила, что я на утро просыпаюсь с отекшим лицом. И почему-то вот так вот рыба влияет, не знаю, задерживает влагу, наверное, но задерживает влагу это соленые вообще продукты. А если не соленые, если вообще малосольные, если вообще даже не соленые, вот сейчас вот сделать ее не соленой, и на ночь поесть все равно, почему-то она у меня задерживает влагу, рыба любая. У кого тоже так же происходит, напишите мне в комментариях, это вообще так всегда у всех, или это только у меня. Вот, ну все, она сейчас постоит чуть-чуть, я ее в муке обваляю, буду жарить. Девочки, пока моя рыбка настаивается, я открыла комментарии, хочу поотвечать на вопросы, на комментарии, которые там вы мне написали. По поводу сплит, сплит-системы, ну, по крайней мере, два человека пишут, что у них, ну, в их районе, где они живут, сплит называют кондером, кондиционером. Но я вам хочу сказать, что кондиционер и сплит-система, это совершенно разные вещи. Кондиционер, это вот такой вот ящик, который вставляется в окно, то есть, ну, вырезают там часть стекла и вставляется в окно. И с этой стороны дует холодный воздух, а на улицу там капает водичка. Вот такой вот короб, он вставляется в окно. Все. Он не греет воздух, он только охлаждает, работает на охлаждении. Такие кондиционеры, ну, они раньше у нас появлялись в нашей стране, еще где-то там, не знаю, в 90-х годах. Я помню даже, когда я начала петь, в 85-м году я дочку родила, да, в 85-м, в 86-м году я была в гостях у одного знакомого, у нашего руководителя ансамбля, и пока мы там песни разучивали, вот у него этот кондиционер, он прям так сильно охлаждал воздух, что у меня ноги тогда замерзли, я даже простыла после этого. И у него вот так вот в частном доме врезан был в окно вот этот кондиционер. Но вот в те годы еще были такие, сплит-систем тогда еще не было. А потом, когда появились сплит-системы, то там один есть ящик, который вешается за окно, и вот такая вещь, которую я вам показала, которая дует, но и охлаждает, и согревает. В общем, сплит-система, это такая система, которая может и греть воздух, и охлаждать воздух. А кондиционер, он только работает на охлаждение, и там только вот этот ящик. Вот в чем разница. Поэтому путать не надо кондиционер и сплит-систему. Если вы слышите сейчас какие-то звуки, у меня просто дверь открыта, я открыла опять немножечко, сделать сквознячок, поэтому там еще могут люди быть в подъезде, разговаривать, и может быть слышно. По поводу еще моего ноутбука, который нагревается, мне советуют купить охлаждающую подставку с вентилятором. Она у меня есть, девочки. И эта охлаждающая подставка, она не помогает, если в комнате выше 28 градусов. То есть, и у меня, допустим, идет процесс, допустим, видео выводится, либо обработка видео идет, процессор нагревается, ноутбук нагревается, и он просто вырубается у меня. Поэтому я включаю сплит, хочу этого или нет на охлаждение в тот момент, когда у меня идет вот такой процесс работы идет в ноутбуке. Так что подставка есть, но она не справляется. Я вам, кстати, ее покажу, если кто не знает, какая это подставка. Вот такая вот подставочка, она у меня под ноутбуком стоит. Она сейчас включенная, там горит красный свет, я не знаю, видно или нет вам. Вот. И охлаждает ноутбук. Но сейчас на данный момент она не справляется, наверное, ноутбук уже пора чистить. Мне чистили его год назад, полтора года назад. И он работал без подставки прекрасно. Но сейчас уже видно опять, вентилятор, может быть, засорился, и нужно его чистить. Ну и еще один подписчик написал, вот вы сделали педикюр, почему не показали ноги? Написал это мужчина. Я специально не показала свои ноги. Но у меня не идеальные ноги, я вам хочу сказать. Ногти идеальные сейчас. Все, они там прям аккуратненько сделаны, лаком покрашены. Но снимать свои ноги, девочки, извините, я не хочу. Ну, не идеальные ноги у меня. Так что, без моих ног обойдетесь, особенно мужчины. Девочки, я сейчас посмотрела, а у меня хлеба почти нету, и овощей мало. Я же на гарнир хочу с рыбкой покушать овощи. Так что, я сейчас одела сарафанчик. Кстати, давно я его уже не одевала. И быстренько сгоняю в магазин. Всегда, когда прохожу мимо этого зеркала, мне так и хочется сняться. В чем я одета, и как это выглядит. Ничего, так нормальненько платьичка. Мне нравится. Оно у меня даже в строении, по-моему, да? Девчонки. Я сначала сейчас иду в магнит косметик. Мне нужно там кое-что купить. Вот такой брефгель для туалета я беру. Мне он очень нравится. Пахнет хорошо. И надолго его хватает. Ну, он стоит 300 рублей почти. Ну, что делать? Зато надолго хватает. Ну, тут такая лодочка прикреплена. Это магнит косметик, девочки. В лодочку наливаю чуть-чуть геля, и все. Ну, и еще мне нужна зубная паста. Я беру Санс-1 всегда. Ну, тут вот есть разнообразие для чувствительных зубов. Отбеливание не подходит. Я уже привыкла брать комплексную защиту. Вот это мне нравится. Уже больше пяти лет пользуюсь вот такой зубной пастой. И она очень сохраняет хорошо зубы. Все, девочки, я пришла с магазина. На улице такая духота, просто невозможная. Хорошо, что я просто по-быстрому бегом-бегом не стала даже там на улице ничего снимать, хотя хотела. Потому что, ну, я пришла, смотрю, еще не покраснела. В общем, муха слетала, быстро сбегала. Все, сейчас раздеваюсь и начинаю жарить рыбку. Вот такой у меня сегодня завтрак получился, девочки. Завтрак на скорую руку. Я даже не захотела резать салат. Мне захотелось овощи покушать вот прямо так кусочками. Рыба пожарилась быстро. В общем, сажусь я кушать. Фух, девочки, завтрак получился очень вкусный. Я наелась. Мне он понравился. И после рыбки прямо очень хочется попить компотика холодненького с холодильника. Я вчера компот варила, сегодня он уже прохладный и холодный. Ой, кайф! Вкусный! Девочки, мне позвонила доча, вернее, написала ватсап и просит меня сегодня к ней приехать побыть с Дэней вечерком. А у нее фотосессия сегодня. Она сначала собиралась с Дэнечкой поехать, но потом решила ребенка не мучить по такой жаре и быстрее и проще будет ей поехать одной. Так что я сегодня уже ничего больше делать не буду. Сейчас я включу сплит-систему, буду охлаждаться, прохлаждаться, немножко отдохну, и уже через пару часов мне нужно ехать к ней. Поэтому я видео сейчас закончу, чтобы она не была длинным. Все, что я вам сегодня показала, маску, там, вот эти средства какие-то, что я там купила, девочки, это все не реклама, это все, чем я пользуюсь, и то, что мне нравится или не нравится, я просто с вами делюсь. Поэтому никаких ссылочек я не оставляю, просто сказала, вот, чем я пользуюсь, что использую. Ну, а на этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok